Девушки отдыхают Мы вообще не знаем, что оно такое Мы просто хотим разобраться Кто Ольгу Федоровну столкнул То вот Пашу пугает Это же очевидно Это же Таня Италия Это ты, ты вернулась. Смотри, мама, письма из налоговой пришли. Сын, нам надо поговорить. Мама, что случилось? Я должна кое-что рассказать тебе. Надо было давно это сделать. Должен быть какой-то другой выход. Какой? Послушай, это ружье моего отца. А ты хочешь Шестакову за полцены продать? Твой отец давно умер, Марин. А у нас дом отбирают. Это дом тоже отцовский, ты забыл. Твоего здесь вообще ничего нет. Ты ко мне с одной рубашкой пришел. Тарелки и те, на отцовские деньги куплены. Марин, ты помолчи, а? А что помолчи-то? Да если бы не твои художества, может, и отец бы дольше прожил. Если бы я тебя не любил бы, давно бы пристрелил. Достала ты меня. Ты куда? Подальше от тебя. Тарелки и те, на отцовские деньги. Ага. Ага. Значит, уезжаете. Ну, что ж. Счастливого пути. Да, на всякий случай, в Москве покажитесь врачу и месяц диета… Никакого алкоголя. Я помню. Ну всё. Представляешь? Мой друг считает, что это приворот. Я не верю в привороты. Я тоже. Но скажу тебе честно, со мной такой впервые. Да? Вообще-то я держу себя в руках. Тут вообще на крыло, как пятнадцатилетнего школьника. Просто ерунда какая-то. Это не ерунда. Это феромоны. Послушай. Что? Ты меня прости. За что? Ну, я не должен был вот так вот. Не с тобой. Макар, ты о чём сейчас? Не гожу себе для серьёзных отношений. Я привык быть один, и меня это устраивает и… И что? Что ты хочешь сейчас сказать? На то, что ничего не будет. Понимаешь? Завтра утром я уеду и всё. А, блин, не должен был я так, блин, не должен был ни с тобой. Слушай, ты со мной разговариваешь сейчас, как с невинной девицей, которую ты обесчестил и собираешься бросить. Илюшин мне тридцать пять лет на минуточку. И я не хочу серьёзных отношений. Да и отношения мясо та по горло. Так что расслабься, пожалуйста. А ночь была волшебная. Тогда, может, закрепим? Мам, мы уже уезжаем. Ну что? Мам, уже в машине. Мам, передай своей гадалке, что она ошиблась. Со мной всё хорошо и ничего не случилось. Всё, вечером будем в Москве. Пока. А что случилось? Мамин оракул нагадал на кофейной гуще, что ведь Илья отсюда, Серёж, никогда не уеду. А ещё знаешь, что сказала? Видела кровь, смерть и велела нам с тобой бегать вокруг кладбища с зажжёнными свечами и читать заклинания. Присядем на дорожку. Ой, бабкин. Ну что, собрались? Да. Счастливой вам дороги. И ещё раз большое спасибо. Обращайтесь. Ну, надеюсь, больше не понадобится. Ну, а вы всегда к нам приезжаете в любое время, если захотите отдохнуть или просто поохотиться. Ловлю на слове. Да. Только вы езжайте через мост, потому что через лес дорогу перекрыли. А что случилось? Непогода. Деревья повалило, провода пообрывал. Козырь от нас сейчас работает. Понятно. На, на. Серёж, через мост поедем. До свидания. Давайте я вам помогу. Ну, спасибо. Да. Арсений не до тебя сейчас. У Кузьмичева крышу сорвало, его самого потрепало. Не туда бежать надо. Ксения Ильинична, я на минуту. Мне бы антисептик какой-нибудь и бинтов. Что случилось? Поранился? Да нет, это не я. Это собака моя. Так. Шприцы у тебя есть? Да были вроде какие-то. На всякий случай. Держи парочку. Угу. Так. Ну, для собаки, я думаю, и так нормально. Бинты. Так, две ампулы. Тебе хватит. Таблеткой растолчешь в пищу. Что останется, верни. Растолку верну. Спасибо, Ксения Ильинична. Я ваш должник. Беги, должник. Собаку лечь. Ага. Ничего себе, Макар. Вот это да. Нормально занесло. Так, а где хозяева? Смотри, Серега, там сумка чья-то. Слушай, кровь в машине. Вот дела. Шестакова Инга Олеговна. Так, интересно, куда она могла пройти? Так, давай, давай сюда, Ося, пусть поработает. Ося? Иди сюда. Ося, придется тебе поработать немножко. Остин, след, след, след. Ося, пошли. Пошли. Молодец, молодец, Ося. Ищи. Давай, давай, Ося, ищи, ищи. Молодец, молодец. Так, давай, давай. Хорошая собачка. Макар. Так. Так, так, так. Остин, ищи. Ну, давай, давай, дальше. Ося. Приплыли. Так, давай звони в полицию, хоть и нет. Надо сразу кузырь в администрацию. Пусть это народ соберет. Надо лист прочитать. Связи ни черта нет, Сереж. Поехали. Куда? Как куда? Как куда? Обратно в поселок. Нужно предупредить Калугина и Шестаковых. А смысл? Ты знаешь, что придет в голову Инге? И я не знаю. Может, она захочет всех перестрелять к чертовой матери. Ты машину видел? Инга Рай. Мы не знаем, в каком она состоянии. Сереж. Вот именно. Мы не знаем, в каком она состоянии. И не знаем, насколько она ранена. Поэтому наше дело предупредить. А дальше пусть сами разбираются. Ося, вперед. Давай, давай, догоняй. А, явился, не запалился. Что это? Я к вашей больнице. Обед на кухне. Марина, Мариночка, кое-что случилось. Не нужно с тобой серьезно поговорить. Как там говорится? Информация – самый дорогой товар. Так вот, мой товар очень дорогой. Мы со всеми долгами расплатимся. И еще останется. Хочешь на море поехать? Ну, да. Ну, иди тогда собери вещи и какую-нибудь еду. Я все в хижину отнесу. Подожди, в хижину? Некогда объяснять. Некогда объяснять. Если кто спросит, ты ничего не знаешь. Поняла? Выходит, не журналисты. Макар и Сергей – частные детективы. Сюда они приехали по моей просьбе. Послушайте, сейчас не важно, кто мы такие. Я говорю про Ингу. Ее нужно разыскать и как можно скорее. Мы нашли разбитую машину, но Инга исчезла. Говорите, кровь в машине? Да. Она ранена. И мы не знаем, насколько тяжело. Но ей точно нужна медицинская помощь. Медицинская, не медицинская. Инга Олеговна – барышня с боевым прошлым. Поэтому она может быть опасна. Что за боевое прошлое? Ну, если коротко. Инга Олеговна отправила на тот свет двух своих предыдущих мужей. То же самое она собиралась делать и с нынешним. И она же пыталась убить Ольгу Федоровну. Или оснований для передачи дела в полицию у нас опять недостаточно? Двух мужей. С виду такая приятная женщина. Ольга Федоровна, один вопрос можно? Да, разумеется. Ваш дом застрахован? Конечно. А почему вы интересуетесь этим? Я вам потом все объясню. Калугин, напор слов. Послушай. Первый муж. Инге сгорел в доме во время пожара. И она получила страховку. То есть, ты думаешь, что она сейчас может устроить что-то вроде этого? Конечно. При разводе она не получает ни копейки. Поэтому сейчас ее шанс. Ну? Что «ну»? Ее нужно разыскать. Инга Олеговна – очень умная и коварная женщина. Она уже убивала раз. Ей это все сошло с рук. Что мешает ей сделать второй раз, когда такой куш на кону? Что? Связь наладили? Вроде да. Нужно звонить Козыреву. Пусть прочешут лес. Ну, ну что там? Да погоди. Черт. Куда они там все провалились-то? Слушай, Арсений, а вдруг они не заплатят? Куда они денутся? Послушай, ну а вдруг они скажут, что… Иди лучше чай поставь. Алло? Да, алло. Это вас Арсений Яновский беспокоит. У меня к вам есть серьезный разговор. Вставайте, ребята, ускоряемся! Ускоряемся! Еще раз говорю, нужно организовать поиск из Рыжи Шестаковых. Где я тебе людей возьму? Вон они люди, все тут, в лесу. Воламины здесь, воламины на других участках. Завалы разбирают. Эдуард Михайлович, говорю же, ситуация серьезная. А тут что, тебе жутки что ли? И потом ты говоришь, что она ранена. А если что серьезная, значит надо ехать в район, везти в больницу. Как повезешь! Дороги все завалены. Мужики, сколько времени еще нужно, чтоб все это разобрать? Ну, все почти закончили, Эдуард Михайлович. Нам по бульдозерам. Нет у меня бульдозера, Степаныч, нет. Придется своими силами управляться. Значит так, людей я тебе дам, но потом, когда все здесь закончим. А сейчас бери Яновского в помощь, пусть берет своих собак и ищите, ищите. И иди уже, Колодин, не томи, не до тебя сейчас. И докладывайте, что там, как у вас. Перевязку я сделал, антисептик вколол. Но раны плохие. Если в больницу не положить, долго не протянет. Я о ней, конечно, позабочусь. Но деньги вперед. За то, что я буду молчать и в полицию не пойду, маловато, конечно. Но мы люди свои. Сочтемся. Она сейчас в охотничьем домике, ждет, пока я вернусь. Так что... Так что... Да послушай ты, тебе не обязательно участвовать в поисках. Она ранена и ей, возможно, нужна срочная помощь. Первую помощь мы окажем без тебя. Макар, ты не врач, а я врач. Ксюша, ты пойми, Инга очень опасна. Когда мы ее найдем, я обещаю, я тебе обязательно позвоню. Макар, давай не будем валить в одну кучу, работай постель. Ладно? Да при чем тут постель? Это просто вопрос твоей безопасности. Да? А если бы я была мужчиной? А это здесь при чем? Представь, в ту же ситуацию только местный врач – мужчина. Ты бы стал уговаривать врача мужчину сидеть здесь и ждать твоего звонка, а? Ну, где логика? К черту логику. Ты никуда не поедешь, слышишь? Макар, я прошу тебя. Ты никуда не поедешь. Макар. Есть кто дома? Твою мать! Все, надо искать Ингу. Ты забыл? Мне кажется, я уговорил тебя никуда не ходить. А мне кажется, я просила, тебе не мешает работа и постель. Не мешаю. Слушай, у тебя своя жизнь и работа. У меня своя. Не надо ничего усложнять. Все и так очень сложно. Ну, что ты смотришь? Разве не ясно? Я не хочу никуда уходить. Так не уходи. Я хочу остаться с тобой. Не пугайся. Я имею в виду только постель. Так оставайся. Не могу. К сожалению, постелью жизнь не ограничивается. Ты права. Все было бы гораздо проще. Да? Чем проще, тем лучше. К сожалению, мы это понимаем очень поздно. Когда набьем достаточно шишек и вдоволь настрадаемся. Да? Не бери. А вдруг срочно? Слушаю. Я поняла. Да, сейчас буду. Кто это? Да. Собираемся. Срочно. У Юновских несчастье. Одевайся. Ну, что стал? Давай звони в район, вызывай труповозку. Ксения Ильинична, вы пошли на воздух, что ли? Зачем вы здесь? В заключении потом подпишете. Хорошо. Ну, давай, звони. Да звони, только что толку? Дорога завалена, как они приедут. А, черт. Ладно, тогда сообщи в район, чтоб как только растистим дорогу, забрали тела и прислали следователя. А вы тут пока сами. Пиши давай. Обнаружены тела Яновского Арсения и Яновской Марины. У гражданина Яновского в левом подреберье колотая рана. Нанесена предположительно охотничьим ножом марки… 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 Вепрь… Яновская… Вот тина. Она не убивала мужа, верно? Она левша, а удар господин Яновскому нанесен правшой. Так что кто-то это все подстроил. Макар Илюшин, частный детектив. Детектив, значит. Это кстати. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Думаю, преступление произошло на почве страсти, как говорится. Яновский был еще тот ходок, Марина его сильно ревновала. В общем, бабу мужика не поделили. Думаю, надо Ксению Ильиничну опросить. Подожди, 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 Калугин, присядь. При чем тут Ксения Ильинична? Как? Весь поселок в курсе, что Яновский за ней ухлестывал. Кузин, почтальон наш, слышал, как Марина грозилась их двоих поубивать. Надо выяснить, где Ксения Ильинична находилась в момент убийства Яновских. Время смерти по протоколу какое. Час дня. Подожди, подожди. Калугин, я тебя прошу, с ума не сходи. Я понимаю, Марина Яновская приревновала мужа. Но Ксения Ильинична здесь с какого боку? Неужели ты думаешь, что она тоже жертва роковой страсти? Слушай, Илюшин, я не знаю, как у вас там в Москве все эти семейные дела решаются. В суде, либо за ужином в ресторане. Но у нас здесь народ простой. Чуть что за ружья хватаются. Конфликт был? Был. Значит, надо опросить. Понятно. Так, сядь. Бумагу дай. Давай, давай. Сейчас заявление примешь. Бери, к делу подошлёшь. С девяти утра до пятнадцати дня Пестова, Ксения Ильинична, была у себя дома. Чего смотришь? Со мной она была, понятно? И никакой Яновский ей не нужен. Чего ты раньше-то не сказал? Ты спросил бы, я сказал бы. Я бы лучше Яновского проверил. Он, кстати, звонил Шостаковому и пятнадцать минут с ней о чём-то разговаривал. Так что я бы поинтересовался, о чём. Мужика не поделили. Дома были Шостакова, Сева, Лариса. Лёня был в охотхозяйстве. Все в отказ ушли. Никто про Яновского ничего не знает, никто с ним не говорил. Да. Тот из них явно врёт. Надо понять, кто. Ладно. Как говорится, под лежачий камень. Пойдём, Серёж. Куда? В лес прогуляемся. Ингу поищем. Пока Калугин здесь с протоколами разберётся. Так, Серёг, я думаю, скорее всего, она обратно в посёлок вернулась. Во-первых, ранена. Во-вторых, ночь, гроза, и ей нужна помощь. А туда лез он на тридцать километров. А почему-то Калугина сказала, что с самого утра была у Ксении? Серёж, ну сам-то как думаешь, а? Макар, я всё понимаю, но здесь не ларёк грабанули, здесь двойное убийство, а ты даёшь ложные показания. И что? Да то, Макар, то! Ты знаешь, где Ксения была, когда Яновских убили, а? Не, может, ты знаешь, кто их убил и почему? Макар, ты ни черта не знаешь, но в первую очередь идёшь к Калугину и даёшь показания в её пользу. Так иди, напиши свои показания. Напиши, что Макар и Илюша намеренно заводят следствие в тупик. Вперёд давай! А чего ты кипятишься, а? Ничего, Серёж. Ты же знаешь, что я никуда не пойду. Спасибо. Писать ничего не буду. Спасибо тебе огромное. Я уж думал, ты мента включил. Угу. Пожалуйста, я просто решил проверить, доверяешь ли ты Ксении или нет. Проверил? Да, проверил. И понял, пока ещё нет, иначе бы так не бесился. Макар, вот ты не верил в приворот, но сам посмотри. Ты никогда не путал постели с работы, а сейчас сам даёшь показания ложные под протокол. Слушай, пошёл ты к чёрту. Иди вон, лучше овраг проверь. Чё стоишь-то? Пошли проверять. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Алло, Калугин? Илюшин беспокоит. Слушай, скажи, а сколько у Яновского собак? И все в доме живут? Ну, как это? Какая разница в загоне? Ну, в доме, да? Понятно. Макар, подожди, а ты с собакой увидел? С ними все в порядке? Спасибо. Серега, мне кажется, я кое-что начинаю понимать во всей этой чертовщине. Смотри, Ксения сказала, что к ней приходил Яновский и просил бинты и антисептики. Якобы собака заболела. И что? А то, что Калугин сказал, что сегодня видел всех его собак и все в полном здоровье. М? Зачем ему все эти антисептики? Зачем бинты? И куда он ходил перед тем, как его убили? Ты думаешь, он в лесу наткнулся на Ингу? Уверен, Сережа. Еще Калугин сказал, что у него есть хижина в лесу. Пошли. Вперед. Возь, вперед. Тихо. Пошли. Тихо. 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 Так… Насколько я помню, Инга вышла из дома в белом. Похоже, она действительно была здесь. Вопрос теперь – где она? Ося… Ося, давай. Поработай немножко. Нюхай, нюхай, нюхай. Ося. Вот так. Молодец. А теперь вперед. Ося, давай след. Так. Давай вперед, вперед. Молодец, молодец. Ося, вперед. Молодец, молодец, Ося. Давай, 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 Ося. Ося, Ося, вперед. Так, чего встал-то? Погоди, Серега. Смотри, Серега, там кто-то есть. А ну, стоять! Да погоди ты, а! Макар, Макар! Макар, Макар, ты чего? Ой, мать! Макар! Сейчас, 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 Макар. Нормально, зацепила. Сейчас, сейчас, держи, 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 держи. Держи, держи. Алло! Держи, держи. Потерпи, 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 потерпи. Вот. Секундочку. Держись. Все. Нормально, прилетела. Лежи, лежи, ты что? Не вставай, тебе еще нужен покой. Больно. Больно? Ну, вот. Так, это ходничьего ружья. Стреляли из Сайги. Погоди, у Яновского из дома пропал одно из ружей. Где это? Дай-ка ее выдаю. Сайга. Сайга. Ларочка, сделай, пожалуйста, чай мне и что-нибудь поесть. Вы ее нашли? Пока нет. Темно, не имеет смысла. Завтра Козырев возобновит поиски. Я в душ. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Дай я. У тебя руки дрожат. Что случилось? Мы ее разозлили. Она вернулась и может причинить кому-то еще вред. Не переживай. Ингу найдут. Я не про Ингу, я про Таню. Она несчастная, злится и может проявлять агрессию. Подожди, не волнуйся. Подожди, подожди. Инга попала в аварию, потому что не справилась с управлением на скользкой дороге. Нет, она очень опытный водитель. Я знаю, я с ней ездила. Даже очень опытный водитель может попасть в ДТП. Мама ее тоже видела. Таню. Я слышала, как она вчера рассказывала Лене во флиге. Сева, мы должны вернуть ее обратно. Хорошо. Хорошо, мы обязательно ее вернем. Только давай сначала попьем чаю. Хорошо? И поговорим о чем-нибудь другом. Ладно? Ладно. Они считают, что Инга может быть опасна. Мама, ну не надо об этом, пожалуйста. Чего-то подобного я ожидала. Чего ты ожидала, мама? Что Инга собирается нас убить? А что ты раньше об этом не сказала? А мы тогда бы саганалили кучу времени. И избежали бы всех этих неприятностей. Прости, я сказала лишнее. Мама, это ты меня прости. У меня нервы. Ой. Бедный мой сын. На тебя столько навалилось. Ничего, мама, я справлюсь. А что касается Инги, то ты была права. Не надо было на ней жениться. Ты любил ее. Наверное, сейчас любишь. Несмотря на все, что она сделала. Нет. Нет, это была не любовь. Это было какое-то наваждение. Но с этим покончено. Сердце не прикажешь, сынок. Да, ты ведь говорила, мама, что в нашей семье редко выходили по любви. А если женились, то всегда неудачно. Я должен был найти достойную жену. А был подвержен чувствам. Ну, с этим покончено. Все. Хорошо, сын. Хорошо. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Это, похоже, твоя мать. Что она здесь делает? Ты же говоришь, что она никогда не ходит во флигель. Что она здесь делала? Жгла старые фотографии. Зачем? Чтобы избавиться от призраков прошлого. А Тане? Я думаю, ей страшно, Лариса. Мне тоже страшно. Послушай, Лара, если тебе страшно, мы можем прямо сейчас прекратить наши сеансы и просто уйти отсюда. Нет, ты же сам сказал, что нужно довести дело до конца. Нужно понять, зачем Таня вернулась. Хорошо, как скажешь. Нет, она больше не хочет со мной разговаривать. Лариса, ты устала. Тебе нужно отдохнуть. А потом мы продолжим наш сеанс снова. Пойдем в сад. Подышишь воздухом. Таня вернулась. Таня вернулась. Нет, ты умерла, ты не можешь вернуться. Посмотри на меня. Это я. Я пришла за тобой. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Давай-давай, и давай пойдем. Может, ты... Не понял. Это не пусть, Юстина. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Доброе утро. Здравствуйте. Спасибо. Ксения Ильинична сказала вам кашу сварить. Мама просит извинить её. Значной шум. Она скоро спустится. Ничего страшного. Мы понимаем, что Ольге Фёдоровне и так пришлось много пережить. Я очень за неё испугалась, если честно. Спасибо. Никогда не видела её в таком состоянии. Угу. Мама! Зачем ты встала? Ксения Ильинична же сказала тебе отдыхать. Я в порядке. Доброе утро. Доброе утро. Здрасте. Лара. Да. Ключи от флигеля нет на месте. Найди, куда они подевались. Запри флигель, а ключи принеси мне. И большая просьба. Во флигель не ходить. Даже близко не подходить. Приятного аппетита. Спасибо. Шестакова ночью кричала о какой-то старой истории, в которой вы замешаны. О чём шла речь? Значит, вы тоже об этом слышали? По-моему, об этом слышал весь посёлок. Только что за история? Понятия не имею. Она была не в себе, вы знаете. Прибежала ночью, в халате. Чушь какую-то несла. Вот, полюбуйтесь. Что это? Я б тоже хотел знать. Это Танин платок. Мы использовали его с Севой на сеансах. Чтобы вызвать духа. Если использовать вещь, которая принадлежала человеку при жизни, это облегчает контакт. Он лежал в шкафу у Тани. Но крови на нём тогда не было. Давай, правый план пошире. Ага. Пошёл. Нашёл. Не трогай. Вот. Пошли поближе. Сейчас. Похоже, пыталась добраться до посёлка, но не смогла. В любом случае, мертва уже больше суток. То есть, получается, в момент убийства Яновских и Галигона уже не было в живых. Ну, выходит, что так. Ну и дела. Ну. Субтитры создавал DimaTorzok